Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. Меня зовут Анастасия Панина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Аскар Басыров, и это мировые новости. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает недопустимым обсуждение в государственных средствах массовой информации роликов, содержащих ненормативную лексику, и предложил менять законодательство. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва», комментируя рэп-баттл Аксимирона против Гнойного. То, что государственные СМИ раскручивают ее, это, конечно, с их стороны безответственно. Отсутствие профессионализма с точки зрения тех денег, которые им дает государство. Я понимаю, какие-нибудь оппозиционные СМИ пишут об этом, но они живут по своим законам. Для государственных СМИ это недопустимо. Работодатель государственных СМИ должен их спросить. Они должны ответить и перед старой площадью, где есть соответствующие структуры. Я писал неделю плюс-минус два дня. Я боюсь тебя в 30 раз меньше, чем ты боишься меня. Надо сказать, что видеозапись словесного поединка двух рэперов, которую опубликовали в понедельник, действительно затмила почти всю новостную повестку. Какие там терки Трампа с Северной Кореи. Все бросились к экранам компьютеров и смотрели на дуэль двух молодых людей, где все выглядит гораздо живее и честнее, чем то, о чем нам говорят с экранов телевизоров. За сутки видеозапись посмотрели почти 11 миллионов человек. Уже подсчитано, что про события написало 124 федеральных СМИ и большая часть из них действительно принадлежит государству. Неясно, почему Онищенко считает, что батлы интересны только оппозиционной публике. Однако он заявил, что интернет сегодня отражает ту убогость духовную, которая есть в нашем обществе, раз это находит такой широкий отклик. После этого становится понятно, куда мы вообще идем. Есть интернет и бездуховность, и есть дума на страже духовности. Даже страшно представить, что бы стало прекрати, а не свою борьбу. Это были мировые новости. Далее к новостям региона. Уфимцы возмущены запахом фирмы в центре города. Жильцы многоэтажки не могут даже открыть окна, чтобы проветрить комнаты. Возле многоквартирного дома находится частный сектор, где разводят животных, в том числе и свиней. В эпицентре Благоухания побывала наша съемочная группа. Жители домов по улице Большая Московская жалуются на неприятный запах. В нескольких метрах от новой многоэтажки находится частный дом, на территории которого обитают животные. Пятеро свиней довольно похрюкивая нежиться в грязи под открытым небом. От продуктов их жизнедеятельности в основном страдают жители первых этажей и родители с маленькими детьми во время прогулки на детской площадке. В гости к свиноводу наведались инспекторы Центра общественной безопасности. К ним на встречу вышел 58-летний мужчина. С его слов, он занимается разведением животных всю жизнь. Помимо свиней на придомовой территории живут куры, кролики, козы и собаки. Как уверяет уфемист, на него никто никогда не жаловался. А вот про претензии к его подсобному хозяйству от жителей новостроек он сам недавно узнал из интернета. В этом году просто дожди. Овраг залило весь. Сырость. Вот из-за этого запах. А так до этого все было нормально. И, кстати, в интернете пишут, что со мной договориться нельзя. Ко мне ни один человек не подходил. Никто не разговаривал со мной вообще. Вот вы первые, кто пришли. Мужчина уверяет, что животные находятся под открытым небом временно. И сарай затопило, поэтому свиней пришлось спасать и выпустить на придомовую территорию. Уфимец уже начал строить новое жилище для своих питомцев. Но со стороны инспекторов Центра общественной безопасности к хозяину животных все же приняты меры. Составлен протокол по статье 5.2 нарушение правил содержания животных в населенных пунктах. Данные материалы будут отправлены в административную комиссию Кировского района для дальнейшего рассмотрения и привлечения данного жителя к административной ответственности. Максимальный штраф для граждан по этой статье 2000 рублей. Сумма небольшая, но по карману ударить может. В сентябре хозяин фермы планирует уже переселить животных в новый сарай. После чего, возможно, неприятный запах исчезнет. Такое решение проблемы обрадует жителям многоэтажки, но будет ли оно действительно эффективным? Рустам Нарешев, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ. Уфа может стать столицей 47-го Международного конгресса Апимонди и выставки АПИЭкспо. Предполагаемое место проведения – выставочный комплекс ВДНХ. Сейчас для его оценки в столицу Башкирии прибыли члены пчеловодческих ассоциаций Танзании, Италии, Турции и других стран. На 47-м международном конгрессе ожидается около 10 тысяч участников. Окончательное решение о месте проведения Апимонди в 2021 году будет принято в Стамбуле. Там с 29 сентября по 3 октября пчеловоды со всего мира соберутся в 45-й раз. А 46-й конгресс, кстати, запланирован в Канаде. Цель нашего визита – приехать к вам, именно познакомиться с опытом вашей работы, то, как взаимодействуют ваши пчеловоды в вашем регионе, как организована их работа совместная. И мы уже успели посетить центр эпитерапии ваши республиканские. Мы, так скажем, были очень приятно удивлены той работой, которая там проделана, той продукции, которая выпускается, начиная от элементарного меда, заканчивая различными продуктами на основе меда. Это косметика, лекарственные препараты, которые используются для тела, для кожи и так далее. И, конечно же, нам очень интересен ваш опыт работы, который мы смогли бы применить у себя в нашей стране. А вот жители республики уже сделали свой выбор и решили начать учебный год все же с 4 сентября. Администрация подвела итоги опроса, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. Власти отметили эффективность подобного метода общения и обещали применять его в дальнейшем. Кроме того, на оперативном совещании вице-мэр Уфы Салават Хусаинов поднял вопрос уборки дворов зимой. При паркованные автомобили, которые мешают коммунальной технике, будут эвакуировать. До 1 октября должен появиться регламент эвакуации. Все эти варианты, которые мы с вами уже прошли, знаете, весь двор забит машинами. И при этом все говорят, значит, не убирая машины, очистите нам двор, такого больше не будет. Хотим, чтобы двор был очищен. Уберите на тот период, когда техника туда будет заезжать, технику со двора. Двор не является местом хранения для автомобильного транспорта. Напоминаю еще раз. А мы считаем, что это порядки вещей. Мастер-классы, музыка и яркие эмоции. Марафон классической музыки вновь собирает меломанов и расширяет границы. Праздничные мероприятия уже прошли в Оренбурге. Впервые ко акции в этом году присоединились Орск и Казань. Как это было в сюжете наших коллег. Вы посмотрите, какая прекрасная погода. Лето, вечер, будний день. Каждый выходит на улицу прогуляться. Раньше люди ходили в парк, там всегда играла живая музыка. Люди знакомились, общались. Это такое вечернее мероприятие. И это было раньше, этого нет сейчас. Но мы, как компания, захотели создавать такие вечера в нашем городе. Нам пришла в голову такая идея, что в течение двух недель мы в Оренбурге будем проводить ряд культурных мероприятий. Тем самым соберем людей, тех самых культурных, интересных людей, которые придут к нам на мероприятие сегодня. Мы проводили лекции на тему искусства и творчества. Мы проводили танцевальные мастер-классы. Были живые концертики прямо на улице. У нас был квартирник и даже поэтический вечер. Ходила на бачату, я ходила на аргенцинское танго, на поэтический вечер. Все очень понравилось. Это очень продвлекает уровень культуры в нашем городе. Очень приятно, что есть такие мероприятия. Это замечательная пропаганда духовой музыки. Замечательное и настроение хорошее и у нас, и у музыкантов. И я думаю, что и у наших слушателей, и зрителей, и у наших горожан. Таким образом как-то мы сплачиваемся, имеем возможность повстречаться с музыкантами других городов. У нас завязываются какие-то отношения, дружба, какая-то связи. Это очень хорошо. А потом и для народа приятно послушать настоящую живую музыку. Это всегда практиковалось в давние годы, в советские. Мужика она всегда народы сплачивала, в любые времена. Здесь собралось от самых маленьких до самых пожилых. И всем нравится. Они поминают свою молодость. И было очень хорошо, как и сейчас. Заряд положительных эмоций. Заряжаться позитивным настроением. Получать удовольствие. Спасибо Уфанету. Лучшие традиции парковой культуры марафон возродит в девяти городах страны. Событие уже прошло в Орске и в Казани. Буквально вчера мы были в городе Оренбурге на подобном мероприятии. Прошло все замечательно. Замечательное настроение. Камерная музыка. Сменялась музыкой попури. Джазовая музыка. Это праздник для людей. Это праздник радости. Это праздник гармонии, души. В Орске очень мало таких мероприятий. И чувствую, что люди, ну им нужно это. Пришли лично из-за духового оркестра послушать. Кто знает, может рискнем даже потанцевать. Молодежь, конечно, на этом пускай учится. Что надо традиции, что надо город свой любить. Наконец-то это первый раз в Казани. Это очень здорово стартовать вместе с этим праздником. Таких праздников давно не было. Я очень рада, что у нас сейчас вот такие праздники организуют. И возрождается вот эта культура наша. Музыка затрагивает не то, что тут только, а проходит по всему. Ну вот классика джаза идет, да? Вот, караван. Ну вы посмотрите, оно же идет и ваше внутри все шевелится. Шевелится, и мы получаем массу удовольствия. Понравились, когда играли на скрипках. Для меня это возрождение старых традиций. Это очень круто. Марафон классической музыки продолжается. На этой неделе концерты запланированы в пяти городах республики. Это Октябрьский, Нефтекамск, Стерлитамак, Ишимба и Салават. Завершится праздник по традиции в Уфе. Но обо всем по порядку следите за новостями в интернете и на нашем телеканале. А вот мэрия Уфы готова заплатить 143 миллиона рублей за ремонт дороги до аэропорта. Правда, почти 113 из них выделят из федерального бюджета. Ремонт планируют начать 4 сентября и закончить в течение месяца. Как подчеркнул Салават Хусаинов, по свежеуложенному асфальту ездить никто не будет. Необходимо будет одну полосу движения скорее всего закрыть. Вот я сегодня уже об этом и объявляю. С перепуском движения на одну полосу движения, в реверсном варианте. Ну, необходимо будет продумать управление внутренним делом из ГИБДД. Выходные дни и на пятницу, понедельник. Въезд в город, понедельник и выезд в пятницу. За минувшие выходные в республике зарегистрировано 8 аварий, в которых 12 человек получили травмы. 58 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Подробности в обзоре дорожных новостей. С каждым годом на дорогах Уфы появляется все больше камер фотофиксации нарушений, что положительно влияет на статистику происшествий. Примером может стать июль месяц. В 2014 году в Уфе погибло 6 человек, а в 2016 за тот же период всего один. В 2017 году в июле камеры были сняты. В итоге пятеро погибших. Всего несколько секунд, и жизнь может измениться навсегда. Если бы автор ролика немного притормозил, то столкновения можно было избежать. Да и водителю маршрутки стоило остановиться. На видео видно, как он выезжает на перекресток уже на красный сигнал светофора. От удара автобус перевернулся набок. В этот момент в нем находилось 3 человека. В результате аварии два пассажира маршрутки госпитализированы. Также травмы получил пассажир легковушки. Подробный разбор происшествия смотрите в итоговом выпуске дорожных новостей в эту пятницу. Многие ошибки на дорогах совершаются из-за недостаточного обзора. Так и на этот раз. Водитель «Жигулей», доверившись автомобилю «Форд Фокус», дернулся вслед за ним. Но «Фокус», вовремя заметив 11-ю, остановился. Что классике тоже стоило бы сделать. Но, увы. В Уфе продолжаются работы по капитальному ремонту тепломагистрали. В связи с этим до 25 августа закрыто движение транспорта на участке улицы Закива-Леди. Заранее планируйте свой маршрут. А затем, что происходит на дорогах города в режиме онлайн, вы всегда можете проследить на сайте maps.ufanet.ru. И в продолжение темы. С 2014 года сотрудники ГИБДД анализируют обстановку на дорогах города. Основной показатель – количество погибших. Сравнивая данные, за один и тот же месяц в разные годы можно заметить то спады, то повышение показателей. Но неизменно высокими. Каждый год они остаются в сентябре. Это говорит о том, что именно этот месяц является самым опасным для водителей и пешеходов. В это время увеличиваются транспортные и пешеходные потоки. Кроме того, многие водители за отпуск могут и подзабыть навыки городской езды. Я обращаю внимание всех телезрителей к тому, чтобы быть наиболее осторожными в наступающем сентябре 2017 года. Предупредили всех своих знакомых, близких и особенно позаботились о своих детях. Минпромторг предложил разрешить дарить чиновникам подарки дороже трех тысяч рублей. С темой заинтересовался наш гость из Сербии Мирка Здравич. Смотрите его рубрику «Из России с любовью». Здраво! Ох уж эта борьба с коррупцией! Теперь хорошего человека и поблагодарить нельзя. Вот и Минпромторг выступил с интересным предложением. Как позволить госслужащим получать подарки дороже трех тысяч рублей. А если кто-то хочет сделать нам подарок, мы не имеем права лишать его этой радости. Ведомстве предложили. Такие подарки дарить, конечно, можно, но с одним условием. Если это будут изделия народных художественных промыслов. Мол, всем от этого хорошо. И волк сытый. И государство таким образом поддержит отечественного производителя. К настоящему времени Минпромторг разработал проект дорожной карты по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов. По словам председателя правления Ассоциации народные художественные промыслы России, представители отрасли уже давно пытались добиться, чтобы в рамках госзаказа для протокольных мероприятий закупались изделия народных промыслов. И такие подарки не ограничивались по цене. Говорит, что на 30 тысяч рублей можно купить, кроме матрешек. Отвратительная штуковина. Кузо как задница. Это и есть задница. Дайте сюда. Теперь-то матрешками дело не ограничится. Народное творчество – штука такая. Вот, например, ламборгини, расписанным под хохлому. Ну, чем не народное творчество? А рубли? Русский народный художественный промысел. Коррупция, если бы я дал денег. А вот это что тогда? Золото в подарок. Хм. До скорых встреч. Завершение выпуска о погоде. Синоптики обещают, что до конца рабочей недели будет такая же умеренно теплая погода. Осадков по большей части не предвидится. Лишь местами пройдут дожди. 16 августа по данным сайта Метеопараплан.нет ночью в Уфе 16 тепла, утром 17. Днем до плюс 23 и к вечеру 20 градусов. Среда будет облачно, но дождя синоптики также не обещают. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова